Здравствуйте! На первый взгляд, Halo X1 это просто идеальные наушники, потому что в бюджетном сегменте мы получаем прокачанную версию от Halo W1, где у нас такое же звучание, но при этом добавили активное шумоподавление. И все, кажется, все необходимые функции, все необходимые навороты присутствуют, и что может пойти не так. Но все-таки кое-что пошло не так. И коротко расскажу о каких-то внешних аспектах своих впечатлений. Кейс выполнен из достаточно бюджетного пластика, но при этом собран хорошо, поэтому с учетом их стоимости в 169 белорусских рублей, как-то придираться к этому совсем неправильно. Сами наушники выполнены стильно, в дизайн их очень нравится, и по посадке очень важный такой момент. Наушники вроде как сделаны эргономично, они не такие же и большие, у них достаточно хорошо вытянутая часть, которая ведет к звуководу, вроде как и сам звуковод для подобных наушников не настолько уже и маленький. Но при этом амбушюры здесь крайне-крайне мягкие, то есть они не очень большие по своим размерам и при этом мягкие. Соответственно, когда вы вставляете их в уши, достаточно тяжело получить хорошую пассивную звукоизоляцию. То есть к этому нужно наловчиться, то есть для того, чтобы получалось создавать этот эффект. Но опять же, еще это будет зависеть от того, подойдут ли комплектные амбушюры конкретно для вашего уха. Потому что это очень такая тонкая настройка для того, чтобы получить именно то звучание, которое они и должны давать, и соответственно, на соответствующую пассивную звукоизоляцию. Но это вы и так уже все, в принципе, знаете из видео про Hello W1. И в чем заключается загвоздка? Работа активного шумоподавления напрямую зависит от того, насколько хорошая пассивная звукоизоляция. В чем секрет тех же Sony VF1000XM3? При посредственном активном шумоподавлении шумодав там все равно хороший. Потому что пассивная звукоизоляция у них просто прекрасная, близка к эталонной. И за счет этого шумодав уже немножечко дорабатывает и получаем хороший результат по избавлению от шумов. В случае с X1 у нас, во-первых, нет прям такой хорошей, прекрасной звукоизоляции. И плюс ко всему прочему, шумоподавление в бюджетных моделях наушников реализовано, как правило, не самым лучшим образом. Потому что пока что это достаточно дорогая технология и в бюджетном сегменте ее получить в хорошем виде не получится. И здесь этого не получилось сделать. В итоге мы имеем те же High-Low W1, но немножечко дороже. Да, с активным шумоподавлением, который на несколько процентов, может быть там на 5-10, исправит ситуацию с шумами. Но стоит ли оно того? Вопрос достаточно спорный. Поэтому советовать их к приобретению слепую, естественно, советовать не хочу. Естественно, хотя бы пару слов сказать-то о звучании, чем они понравились. Преимущество их звучания заключается в том, что для своей бюджетности они звучат сбалансированно. Это хорошие низкие частоты с достаточным весом, с хорошей детальностью, без бубнижа, с какими-никакими, но достаточно хорошими панчами. Это середина, которой веришь. Это достаточно открытая, достаточно объемная середина с хорошей сценой. И также высокие частоты, которые реализованы для бюджетных наушников, прекрасно, просто прекрасно. Потому что есть и детальность, нет каких-то искажений, нет потери контроля даже на достаточно высокой громкости. И наушники воспринимаются значительно дороже, чем они стоят. Это касается как W1, так и X1, потому что схема от излучателей, схема самих излучателей у них одна и та же, одни и те же в Bluetooth модуле. Поэтому по звучанию мы имеем фактически паритет. И соответственно у W1 есть очень хорошее преимущество в виде стоимости, которая немножечко все-таки ниже. Поэтому наушники понравились, да, все они классные и шикарные, но есть W1, которые остаются все равно условными фаворитами. Поэтому на этом данное видео впечатление буду завершать. Если вас они заинтересовали, либо же Hello W1, то по ссылке в описании сможете найти. И также на нашем сайте Netbox вы сможете подобрать для себя наушники, исходя из ваших требований, ваших предпочтений и вашего бюджета. На этом завершаю данное видео впечатление. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok